маткульт привет друзья мои в руках у меня все та же черная тетрадь а это значит что я продолжаю всех обучать детской математике из 444 школы 5 класс т математический ну что будем делать некий разнобой из разных задач и разных идей первое зацикливание и остатки по кругу давайте возьмем так зацикливание зацикливание решаем дома задача номер 5 7 8 да вот и потом про остатки расскажу так задача номер пять на доске написано число 23 каждую минуту число стираю с доски на его место записывают произведение его цифр увеличенное на 12 какое число кажется на доске через час но здесь явно имеется ввиду что как бы в нулевой момент 23 уже в первый момент будут сделаны операции которые предписываются алгоритмом каждую минуту число стирают доски на его место ставит произведение цифр увеличенное на 12 но например данном случае 6 плюс 12 это 18 это первый момент времени важно при решении таких задач отслеживать аккуратно все моменты времени это очень простые задачи в которых при этом очень просто ошибиться из-за того что чуть съехала там туда-сюда и ответ уже полностью меняется так 1х 8 9 прибавляем 12 получаем 20 до чем мы делаем мы же произведение произведение цифр да вот хорошо дважды 0 0 очевидно значит дальше момент 3 возникнет число 12 самого момент 4 возникнет 2 плюс 12 14 если я сейчас не налажал нужно идти до повтора ребят как ни крути к сожалению тут надо насчет отследить цикл а 4 плюс 12 16 6 плюс 12 18 а теперь внимание 18 уже было оно было из другого источника вот отсюда а потом оно значит пошло давайте нарисуем эту ситуацию отсюда прошло 18 отсюда 20 так то есть 23 18 очень под вот эти вот эти диаграммки очень полезны при решении таких задач 16 и снова 18 итого это цикл на палочке то есть мы начинаем с чего-то потом она бегает по палочке цикла на палочке в математике и тем более в информатике вам будет встречаться очень много например цепная дробь любой квадратичной рациональности является циклом на палочке чтобы это не означало может быть вы пока даже не знаете что это такое но это будет цикл на палочке и остатки от значит деления степеней чисел значит с остатком на какие-то там числа тоже будут циклами на палочке ну соответственно как бы когда он начинает цикл он уже настоящий цикл вам нужно измерить его длину в данном случае цикл проходится за 5 раундов то есть за 5 секунд и теперь же надо поделиться остатком как бы то что получилось у нас 60 через 60 секунд спрашивается да через час до через 60 секунд что будет но так как на первой секунде появилось 18 на 6 соответственно мы ну тут два варианта да либо просто либо поделиться остатком и там посмотреть кривой эффект либо как я предлагаю что у нас вот 18 появляется но на моментах как которые будут иметь остаток один при делении на 5 следующий раз на 11 на 16 и так далее то есть мы смотрим при делении на 5 60 делится на 5 нацело значит на 61 секунде появится снова 18 ну а на 60 но так глупый ответ что появится 23 но мы уже знаем что на самом деле мы живем уже внутри цикла поэтому нужно 3 цикла отступить назад и поэтому ответ что на доске будет написано число 16 давайте закрепим это закрепим с помощью задачи номер 7 вот как раз пошли остатки отделения степеней петя умножил число 678 на себя ты 12 тысяч 345 раз но они может не все как бы еще знаешь о такой степени записано вот такое жуткое число которого ни в каком ни в каком больном воображении ничего не может такое число даже возникнуть да только как просто абстракция но тем не менее как абстракция она существует и нужно найти у этой абстракции последнюю цифру вот так понимаете ну и вот тут что что я хочу сказать когда вы умножаете давайте я объясню тем кто никогда никогда об этом не думал никогда то есть это такой очень начальный получится ролик для тех кто совсем недавно пришел на канал и решил ой а что за математика такая давайте почувствуем к ней вкус да казалось бы как можно узнать последнюю цифру такого вот числа оказывается что можно и очень даже не просто ой не сложно значит то такое вот я умножаю я утверждаю что это то самое что я 8 на 8 умножаю с точки зрения последней цифры потому что 678 это 670 плюс 8 ну тут вряд ли кто-то будет с этим спорить и когда я перемножил то получил 670 на 670 плюс дважды 670 на 8 и только в конце осталось 8 на 8 но здесь везде ноль последняя цифра потому что число делится на 10 то есть ответ такой же как и у 8 степени 12 тысяч 345 кто-нибудь придет и скажет но мне легче не стало да мужик в лесу орет помогите спасите я заблудился сзади подходит медведь кладет ему лапу на плечо и говорит что орешь я заблудился дядя Миша ну вот я пришел легче стало вот в общем да казалось бы это тоже огромное безумное число и как мы у него будем да эту последнюю цифру вычислить но давайте значит главная идея такая что чтобы понять последнюю цифру нужно знать только последнюю цифру предыдущего умножения поэтому каждый раз надо запоминать только последнюю цифру 8 и 8 равно 4 в смысле последней цифры 4 в 8 равно 2 в смысле последней цифры 2 в 8 равно 6 а 6 и 8 равно 8 вот и все тут даже нет никакой как это сказать никакой палочки хотя на самом деле палочка есть если мы единицу 8 в нулевой это единицу умножим на 8 получится 8 а дальше уже пойдет по четным бегать вот по этим 8 4 2 6 8 4 2 6 и так далее то есть получается что цикл имеет длины 4 длину 4 то есть 8 в 5 имеет такую же цифру как и 8 в 1 ну и соответственно 8 в 9 дальше будет через 4 то есть теперь надо только узнать что за число будет когда 12 тысяч 12 тысяч 345 да мне нужно понять какой остаток 1 на 4 оно дает потому что цикл будет через 4 ну и естественно это единица по модуле 4 то есть дает остаток 1 то есть дает остаток 1 потому что делимость на 4 двумя последними цифрами определяется то есть тем самым уже мы знаем что будет восьмерка потому что именно по местам которые дают остаток 1 определение на 4 у меня возникает восьмерка по местам которые дают остаток 2 возникает четверка по местам которые дают остаток 3 возникает двойка ну и который дает остаток 4 то есть 0 извините будет шестерка на делящихся на 4 местах а потом снова весь повтор поэтому в данной задаче ответ 8 ну и главное не ответ а тот метод который мы нащупали вот это вот смысл зацикливания особенно в приложении к остаткам мы всегда можем вычислить последние цифры всегда можем вычислить просто какой остаток например дает 7 в степени 300 при делении на 11 тоже вы просто отслеживаете как прыгает вот эта вот 7 7 при делении на 11 дает 7 7 в квадрате 49 при делении на 11 дает 5 7 в кубе дает то же самое что 5 у 7 то есть 35 то есть 2 7 в четвертый дает 7ю 2, то есть 14, то есть 3, да? Ну и вот так постепенно у вас, так как остатков отделения на 11 всего-то ничего, то в конце концов произойдет зацикливание и дальше будет повторяться. Поэтому это самый общий метод. А вот восьмую задачу хочу разобрать, потому что она открывает новые горизонты, в общем-то, в той же самой теме, в теме зацикливания. Да, в теме зацикливания. Робот Вася ходит по координатной плоскости по следующему принципу. По координатной плоскости. Два шага вправо, два наверх, один влево, один вниз. Два шага вправо, два наверх, один влево, один вниз. Один влево. а дальше повторяет это снова и снова то есть дальше не приходя в обратную как это не приходя в сознание да он начинает ходить снова так так как его зовут Вася вертор наверное робот вертор из алисы ну и вот так то есть как бы вроде как каждый цикл он поднимается ровно на одну клетку но спрашивается где он находится через два две тысячи двадцать два шага относительно исходной позиции ну а точнее просто сказано что он вначале находился в точке 5 5 где он будет находиться через две тысячи двадцать два шага вот ну и вот здесь опять здесь есть цикл длины раз два три четыре пять шесть семь который соответственно повторится сколько раз да нужно понять то есть такой плоский уже цикл на палочке 2022 делим на 7 но это будет остаток 6 да остаток 6 2023 на 7 делится год в котором мы живем делится на 7 это же семью 17 квадрате он даже входит в АБЦ тройку если уж на то пошло наш год входит в АБЦ тройку 7 на 17 квадрате то есть 2023 плюс 5 квадрате равно 2 в 11 прошу любить и жаловать наш год входит в АБЦ тройку то есть если взять произведение всех простых которые входят вот в эти числа то оно будет меньше чем сумма в этой тройке но это отдельная лекция у меня есть это я отвлекся значит через 2023 он полное количество значит целое количество циклов ну то есть окажется вот на ровно над 5 5 вот в этой точке ну а тогда 2022 момент он будет предыдущий то есть надо быть направо еще на единицу то есть нужно вверх подняться на столько единиц вот сколько здесь то есть на 17 квадрате вниз на 289 до единиц вверх и один раз направо то есть ответ 5 плюс 289 , 5 плюс 1 он будет в точке 224 , 6 вот вот такие дела вот такие дела это была тема зацикливания и честно говоря мне не хочется к ней ничего прибавлять потому что она такая компактненькая маленькая четко все прояснила так что ролик будет так и называться зацикливание маткульт пока